здравствуйте друзья у нас на канале гость гость у нас не блогер как может показаться да то вы все блогеров да блогеров а тут у нас простой человек зовут ирина ирина вы простой человек вы скажите в соли на сколько человек простой ну хорошо так вы у нас давайте мы немножко так из истории я только свет себе секунду вот так я посветле бы значит вы у нас откуда сами с украины из харькова у нас дочка старшая до сих пор так говорит сколько мама шо 14 так еще есть младший до 6 тоже . вашему папе-то веселуха хорошо значит приехали вы из харькова когда 2013 году в апреле мы выиграли green card 2 годика с копеечкой чем вы занимались в харькове учились где-то да я закончила харьковский государственный университет сейчас он национальный университет тогда он был государственный химический факультет кафедру аналитической химии химии что химия с тех пор не изменилась государственности к национальному химии осталось химией хорошо так вы что работали прям химиком да я прям работала в институте большой институт у нас институт монокристаллов он был такой союзного значения свое время потом стал поменьше но но кристины ваши качественные или так очень ну хорошо значит кристаллы делала и в green card лотерея выиграла приехала два года уже с половиной скоро да там два с копеечкой приехала в америку где вы жили то в нью-йорси возле нью-йорка а как далеко от нью-йорка совсем рядышком 40 минут 40 минут трейнам поездом поездом это у вас это это у вас рядом считается рядом очень многие люди я знаю что работают на манхэттене поэтому это рядом это удобно это надежный вид транспорта хорошо так и что вы делали ну это время то есть вы приехали с английским без английского в каком виде вы были с очень слабым английским могу сказать что я про и приехала практически без него но я сразу пошла работать мне очень помогли с этим меня сестричка волшебница вот и мы приехали в четверг в субботу я была на собеседовании в понедельник я уже пошла работать вот и пошла работать детский сад daycare здесь они называются на русском языке прям да у них там деток постепенно готовят к английскому родители очень хотят чтобы детки все-таки говорили по-русски русский был один из первых языков все-таки чуть ли не самым первым как на котором детки растут учиться разговаривать думать по-разному обстоятельства у людей абсолютно разные ну что же хорошо тогда давайте вот что значит жили вы жили как вы к нам в школу попали вы сначала в онлайне по моему учились да да я у вас не подвисла на экране подвисли да давайте я наверно выключу видео включу вот сейчас лучше хорошо да я у вас училась онлайн про вашу школу я узнала еще из украины до канал сначала параллельно узнала про школу наверно больше про знаменитый сайт всех всех желающих уехать в том числе говорим про говорить про ну конечно в форме на форуме потом про нас узнали конечно вы мне дело то что еще давали очень хорошую хороший дали совет по поводу оформления документов у меня там были некоторые нюансы вы как модератор этого форума как человек который но я понимаю что вы этого не помните зато это очень замечательно помню я оттуда как-то пошла кто же это такой в каких сайтах а где что на каких страницах так вышла на ваши сообщения потом а где вы оставляли сообщения по какому поводу и по цепочке по цепочке добралась до вашей школы почитала то есть вы а почему вас это привлекло вот вы как-то много пользовались в программным обеспечением или вы просто как бы другой альтернатива вообще не было вот что что такое случилось я не могу себе назвать таким уж прямо продвинутым пользователем юзером как сейчас любят говорить честно положа руку на сердце не было там каким-то там гением в этом но работа моя последние годы было так или иначе связано софт в то есть прибор на котором я работала он обладал специфическим аппликешным специфической программой то есть все эти годы я работала мне это нравится мне нравится видеть узнавать что-то дополнительно а когда читала про школу и когда наконец я просто вдумалась о да 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 очень идет а когда вдумалась на самом деле мы чем дальше тем больше мы становимся юзерами все больше и больше в нашу жизнь входит любой софт в любом виде у меня даже фраза такая бы превратим юзеров абьюзеров тестеров молестеров ну так вы подождите вы учились в онлайне я учила почему вы в итоге отучившись в онлайне вместо того чтобы искать работу в нью-йорке вы вдруг оказались тут у нас вот в школе на кэмпусе да вы знаете я хотела наверно еще раз стать студенткой потому что студенчество это очень очень приятная парам я давайте так вот мы сейчас уже будучи человеком работающим вы считаете вы считаете что вы могли бы на самом деле пойти просто найти работу не надо было никуда ехать да я могла это сделать я могла так считали или тот момент тот момент нет если бы я сейчас вернулась на ту ступеньку для себя для своих обстоятельств для себя конкретно для того что у меня было я бы все равно еще раз приехала в школу но это были мои личные просто понимаете я когда вижу людей которые после онлайн класса к нам приезжают я никогда не видел ни одного дохленького которому действительно нужно было приехать и там голову на место поставить приезжают сюда очень нормальные люди которые вот так бы работу нашли и вдруг они едут там и время деньги я не знаю чего не но вы не жалеете в итоге что съездил нет я получила такой колоссальный заряд бодрости позитива потому что педагоги вообще весь коллектив это потрясающая энергетика подружек за я до есть а муж вот ваш вы от него укатили там на сколько месяца на три вы еще на практике нет а я на практике была потом да девочками справлялся один просто он видел как как мне этого хотелось как к этому стремилась какие-то не спала ночи как это тут спать а я там какой-то класс какой-то онлайн класс какой-то там мужчина что-то там рассказывает люди то есть он видел хорошо когда это неделя это понятно это две ну ладно пройдет но когда это месяца когда это проходит и жена утром встает с красными глазами и все равно говорит я все равно это буду делать я все равно это сделай я все равно к этому приду я считаю что просто тут уже поддержка колоссальная у меня все со стороны мужа очень большая водичка когда вы смотрите смотрите наши видео там на канале силикон вал и войс и вот я говорю здравствуйте друзья вы говорите туда в телевизор или там капелли здравствуйте михаил он не очень хотелось то сделать мне когда я видела ваше видео мне так хотелось пройти по этим улицам этот поворот который в моих собственных глазах он был знаменитый когда вы сворачиваете этот портнов компьютер скол видно там да и когда я первый раз попала прошла по этим улицам это было ощущение сериализма мы сделали на местности популярным санта-круз санта-круз никогда не был таким местом что все туда ездили знаете но вот с этими нашими видео и мы вдруг смотрим что каждый раз когда мы едем туда все больше и больше и больше ребят вот значит тоже туда едут 10 место место очень такое прикольное вы были в санта-круз нет к сожалению я так училась так училась мне казалось что вот я пойду на практику и тогда я смогу себе позволить больше покатать на практике вы реально чего-то научились или просто больше уверенности был больше уверенности это было абсолютно другая область которая никогда до этого мне не было опыта работа с айпи телефонили и вообще так вообще это представляла это ну вообще что-то заоблачное было для меня поэтому это колоссальная у нас менеджер была была которая где мы где были то а можно до называть ну назовите зал тисе ну это это шикарная компания там единственный минус что там почти все русскоязычные и вот тем кто по-английски не говорит им там сложно подхватить да это у меня те кто плохо по английски не хотят туда идти они говорят ну что же я там они думают что на практике там они еще английский должны подучить ну хорошо это это самое серьезное с точки зрения инженерности продукта компания которая у нас есть вот который берет интернет обычно берут на маленькие штучки на такие легенькие а у этих действительно серьезный инженерный продукт это правда и так давайте мы значит возвращаемся вы у нас поучились вы пошли на практику в зал тис потом вас софи софия вас туда филадельфия пульнула да софия потрясающий человек у нас там рота и ребята из сакраменто да там они передают вам огромный привет спасибо спасибо но они не обижаются что вы не там поработали три месяца и там дальше пошли нет но это же это же жизнь это же один то что ирина оставила мужа в нью-йорке прошла практику а потом говорит ну я вот да софия играет хочешь вот филадельфии есть позиция там знакомый пенсильвании пенсильвании филадельфии в харрисбурге это далеко там я не в курсе это получилось 160 миль от того места где я живу 160 миль от того места ну то есть грубо говоря если дорога такая хоррис и нормальный хайвей то там можно за два с половиной часа доехать до 2240 по времени хорошо то есть вы на самом деле умудрялись на выходные домой смотаться но ручку вам позолотили или так чисто символически я честно хочу сказать для меня это было во первых то что сказать мне не очень волновали деньги это звучит громко но это было правдой потому что это бы это потрясающая компания мирового значения финансовую ну да у них там очень много то есть это это было просто сам по себе сказать что ты проработал в такой компании вот это это имя поставить своем резюме это уже очень дорогого стоит а у меня фактически получилось что как практика оплачиваем и хорошо оплачиваем и я не рассчитывала на такие деньги ну знаете еще что допустим я я я не знаю сколько вам платили допустим вам платили бы там долларов 25 но 25 долларов в харрисбурге это не то же самое что 25 долларов у нас тут абсолютно это уже это уже на самом деле вполне приличные денежки а вот вы как долго искали работу вот которая сейчас в нью-йорке нашли я вот референс вам сегодня давал мы поняли что вы там в нью-йорке нашли работу и все-таки это вы первый раз искали сами наверно на работу харрисбурге вас софия отправила по своим каналам а вот тут сколько вы были на марк на маркете вот что происходило реально на маркете было четыре недели да но честно говоря я оказалась на маркете немного раньше чем я ожидала то есть я как бы закручивать этот весь этот принцип как я это называю ураганом потому что такие действия потом которые так вот очень много событий то есть это надо было закрутить на это ушло примерно недели две насытить рынок своим резюме какой-то ну да такой сочи рейшин такой да но это получилось чуть раньше то есть я в принципе начинала к этому готовиться но я думала я начну это делать полтора месяца спустя то есть уже там имея какой-то запас до окончания срока на который меня в принципе брали меня брали до конца августа а то есть вы не то чтобы там бросили нет я их не бросила но так получилось что в четверг сказали что завтра пятницу твой последний день это произошло не только в начале июля было начале июля 9 июля мне сказали что 10 июля будет в последний день потому что там ну это бюджет это день работали работали а на самом деле там попали под сокращение да но я за две недели до этого начала искать работа шикарно то есть вы активно так понеслись хорошо значит интервью много было все рынок активный что происходит первые первые все звонки от рекрута были конечно больше такие как я вам рассказывала по телефону ознакомиться да реально если говоришь что ты готов переезжать то тогда возможны все интервью сначала фон скрининг а потом skype люди достаточно открыты к этому если же ты они говорят что они хотят локал людей то есть местных кого-то они даже не рассматривают вариант вы все-таки вы вас сократили и вы сразу махнули в нью-йорке или вы продолжали находиться в я все здесь же нет я все выходные жила у себя в нью-джерси все приезжал естественно сюда же вернулась и отсюда как от правной точки я раздавала все свои резиновые продолжали жить на два дома как бы да да то есть мой постоянный адрес все это время это был нью-джерси поэтому я отсюда и все резюме свои рассылала а жили вы в харрисбурге где вы там снимали что-то я снимала да я кроме рома это когда работает прекратилась вы вернулись уже в нью-йорк теперь интервью много было сколько интервью фон интервью было 3 skype интервью было два и то интервью которое у меня сначала было фон меня захотели увидеть в лицо даже больше что показать инвара ну то есть все обстановку которая в компании потому что я так поняла что решение брать меня нанимать меня это было принято уже после фон интервью ну хорошо то есть они как бы на вас быстро отреагируют позиция куда вас взяли в плане профессиональном там есть какой-то рост или это наоборот что такое более простое чем вы делали по поводу функционал все что я буду делать скорее всего это будет ниже но это будет та область который я хотела бы потом уйти это страховые компании приложения то есть я как бы вы тестируете приложение для страховых компаний ну что же хорошо ладно страховая компания как бы место денежное но не для всех да ну ладно значит теперь но материально там вас материально у меня получилось так же как и в харрисбурге то есть выше чем я рассчитывала изначально это как я быстро нашла работу я пока довольна но я с рынка не ухожу ну подождите а что не ухожу вот вы когда у меня контракт в понедельник не на работу контракт у меня до 1 декабря ну так подойдите но все-таки до 1 декабря 5 месяцев ну допустим через месяц вам скажут вот иди к нам чего вы будете делать вы знаете если мне предложат я хочу очень попробовать на automation если мне предложат я буду уходить ну хорошо в нашем деле что главное все все упражнения делать когда работы есть только на работы нет то уже берешь чего дают когда уже есть нравится более избирательным золотые слова да ну что же хорошо что говорит наблюдавший за вашими перипетиями муж вот я за него переживаю потому что я вся какой стресс для мужика то вот такое вот видите вы рассказываете всю правду всю правду ну могу сказать правду что он конечно меня поддерживал поддерживал всячески на глубине души как потом сказал он не очень верил казалось ему это немножко так фантастически но видя то как мне этого хотелось как и к этому стремилась какие усилия к этому прикладывала он всячески меня поддерживал поэтому и калифорнию я уехала с чистой совестью со спокойной совестью потому что я знала что он у нас потрясающий папа что у меня с детками будет все абсолютно в порядке неизвестно даже кому еще детям с кем лучше хороший комментарий смотрите мне подарили кружку я я не уверен насколько у вас там читается слева направо пошли от я-то вижу отражение у меня в другую сторону показывает но давайте это про хорошего студента написано слушай своего учителя делай тогда то что по максимуму значит читай большими буквами не теряй как бы энтузиазма да значит так можно к другим относись здесь по доброму шоу да и практика искать делает человека идеальным так вольготно будем переводить так что вы фактически вот следовали принципам нашей кружки абсолютно следовало всем вашим советам по по работе потому что это знаете я наверно не прозвучу уникально многие скажут что я звучу так как многие передо мной но вот в этом как раз таки и есть то самое золотое правило которое приводит к успеху я вам скажу вот верхний завет никто не отменял сколько лет прошло и никто же не отменял какая да уже оса черненький с беленьким и сколько лет там три тысячи триста лет назад когда наш народ выходил с моисеем из египта там до сих пор не стало хорошо кто вот и из тех пор ничего не изменилось вот те же заповеди пойти там те же те же все то же самое значит поэтому вы не должны переживать что вечные истины для вас остаются молодыми хорошо значит детки ваши чего говорят вот девочки ваша они дают мангты чего просто я хочу понять как семье вот это все воспринимается в семье конечно больше как-то это все оценить может старший ребенок младший там для мамы работа эта работа но мы работаем она как бы слабо что-то в этом понимает для старшие наверное тоже не до конца потому что у нее час свой мир у нее школа у нее друзья у нее новый язык для него происходит на чувство что в семье происходит что-то меняется но мне кажется сейчас она не стояли стали себе состоянии позволить больше чем раньше вот денежная какая-то составляющая присутствует но новая в жизни но если я могу сказать что я стала зарабатывать три раза больше чем зарабатывала до этого я извиняюсь вы чё делаю а в садике ну у нас вот тут зависимости от садика и всякого такого педагог может получать там скажем от десяти там до 18 может быть 20 долларов в час вот у нас так но примерно наверно также да ну то есть вы можете не скажем бедствует нет но хорошо так родители ваши где родители в украине что говорят родители глядя на вас они говорят новая дочка сглузу съехала мама моя и вторая моя мама две мамы они поддерживают я не знаю у нас такое доверие да двух сторон мамы потрясающие нас мамы они поддерживают потому что не знаю наверное по жизни мы не делали каких-то таких легких поступков от которые бросались в ум от головой не обдумав что-то потому что семья детки и так далее ты не можешь себе позволить иногда таких легких поступков как ты мог делать себе позволить себе по молодости да вы еще как бы фельдберг жаловаться отлично через пять минут подберем значит ну что же я просто хотел вас показать народу мне говорят покажите кого-то кто учился в онлайн-классе но вы как бы такое совмещение онлайн с фуллтайм с таким каким таким процессом и они теперь нет я не списала наверное не совсем типичный онлайн студент то есть мой пример не говорит о том что после онлайн надо ехать в школу напрямую это абсолютно нет в основном действительно этого было не на были еще ребята да тоже из онлайна у нас кроме вас периодически приезжают такие яду боже же менеджером там должен был бы быть а вот тут вот к нам чё-то перфекшионисты вы вот да 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 это правда это правда расскажите такую вещь у часть в онлайне реально научиться чему-то вот действительно понять руку может быть набить там над из кейсов на баг репортах там вот вот есть возможность такая или все-таки это очень по верхам и очень надо что-то еще делать с этим все зависит от того с какой базы человек приходит в этом и сколько времени есть чтобы заниматься и копаться в этом нужно время это правда я я вот вижу они думают там три раза по часу посидел в неделю а к этому надо еще может быть 10 12 если не больше если это абсолютно новая для тебя область то возможно и больше ну что же хорошо так вы я не понял вы счастливая или вы не поймёшь чего я абсолютно счастлива как убит у вас серьезный нет я абсолютно счастлива потому что вот сейчас сидела оформляла все эти бумаги все подписывала это приятно они этот контракт до 1 декабря странный срок такой потому что в декабре вообще в декабре тоже работу ищут и находят это дело такое то есть я по этому поводу не очень переживаю потому что опыт уже есть будем только улучшать улучшать муж муж чего делает ваш муж у меня работает на фирме техническая сторона но он по профессии то кто по профессии он заканчивал ой да мне уже не важно что заканчивал уже дело вот именно но он механиком работает но это не с машинами связано космическими кораблями но практически мирно пашущий американский трактор да так но его там не обижают нет не обижают фирма уважает тех кто у них долго работает всего пару лет но это уже фирма ценит что-то не поработал и убежал чтобы видеть что ты приходишь работать у них именно работать ты хочешь остаться это приветствует но больше головой или больше руками больше руками она меня на головой может да и руками ну то есть я так понимаю что ваши три копеечки в бюджете не лишние абсолютно хорошо ладно значит ирина мы с вами прощаемся и а вы умеете делать воздушный поцелуй вот в харькове думаю давайте вот вот мы этим действием и прощаемся а все кто смотрел значит знать как кто слушал молодец а те кто слушал и тех те кто молодцы поставьте лайк сделайте вот так пальцем вот можно так можно так вот ставьте нам лайк и родителям привет пусть тоже нас смотрят спасибо обязательно до свидания